Здравствуйте, Сахават. Рад видеть вас в Дмитриеве. Сегодня в Дмитриеве тренировочный сбор юниорской сборной команды России. И хотелось бы задать вам несколько вопросов. Ну, сначала, немножко, может быть, скажите, где вы родились и как вы начали заниматься дзюдо? Ну, я родился в городе Екатеринбург. В Екатеринбурге я родился, ходил в первую школу, ну, в первый класс, когда пошел, у нас была эта, как называется, забыл. Либо кружок, секция там? Не, не, ну, как спортивный класс был. Вот, и так получилось, что после спортивного класса я перевелся в дзюдо. Ну, получилось так, что нечаянно подписался на дзюдо. Вот, и так попробовал, походил немного, мне понравилось. И как-то получалось, получалось. С маленьких соревнований начинал все время, выиграл, выиграл. И получилось, что уже шестой год как сборная команда России. За то время, как вы занимаетесь дзюдо, изменилось ли ваше представление о дзюдо? Вот вы, когда пришли, первый раз увидели, что такое дзюдо, и вот сегодня. Большая ли разница в вашем восприятии дзюдо? Ну, конечно, разница очень большая. И как раньше было, или как сейчас было. Сейчас более-менее как-то дзюдо поинтереснее стало. Убрали, ну, правила поменялись немного, как бы, все по-другому немного стало. Ну, как бы захват за ноги, вот, нельзя брать. Ну, это потому, что вы не делаете такую технику, или потому, что... Нет, я раньше, на самом деле, я раньше выхват за ноги хорошо делал. Это моя коронка была. Но после того, как ее убрали, я, было три месяца, я не знал, что делать. Я не мог тренироваться нормально. Потом меня с тренером посидели, неделю пообщались, и нам научились уже бороться в романе. Сахават, а где бы вы хотели жить? Вот вы задумались когда-нибудь? Да, я бы хотел жить в Санкт-Петербурге. Это мой любимый город. Санкт-Петербург и Екатеринбург. Вот там, Санкт-Петербург очень красивый город, там культура по-другому развита. Поэтому я бы только там и жил бы, больше нигде. Ну, в Москве... А что вы вносите в понятие культурный человек? Ну, культурный человек... Люди по-разному развиты просто, понимаете? Культурный человек, когда тот, кто все понимает, не смотрит, какой человек сам по себе. Вроде бы, вот как я в Питере, сколько раз бывал, там где-то, может быть, я заблудился, да, не знал дорогу, куда мне как пойти. Я вроде бы человека попросил, как мне дойти до этого места. Меня прям так до самого места завели. И как бы мне очень приятно было, что есть такие люди еще. А приходилось ли вам встречаться с бескультурными людьми? Да, много раз было таких ситуаций. Ну, как бы я такой человек, что я от такого быстро отхожу. Я стараюсь там не обращать внимания, даже если меня как-то обозвали. Ну, как вам сказать? Среднее как-то обозвали, как бы я на это внимание не обращаю просто. Я спокойно ухожу, все. Как вы можете для себя оценить наивысшее счастье? Это когда у человека все, что он хочет, у него это все есть. А на сегодняшний день вы можете сказать, что вы счастливый человек? Ну, да, я счастливый человек. Я очень рад, что сегодня попадаю в сборную. И с каждым годом новые ребята, уже новые знакомства, еще больше, больше людей узнаешь. Это тоже очень приятно. А вы вообще любите постоянно что-то узнавать новое? Да, я просто очень позитивный человек. Мне нравится с людьми общаться. Но есть такие люди, которые ничего не понимают. И с такими я стараюсь общаться. А есть такие люди хорошие. В сборной очень много. Все ребята хорошие. Совсем общий язык находим. Кого я знаю, то мы узнаем. А какое качество вы особенно цените у мужчин? У мужчин, качество. Это доброта. А в женщине? В женщине скромность. Ну что, в женщине она должна быть скромная. Помимо дзюдо, ваши любимые занятия? Помимо дзюдо... Ну если можно сказать, что дзюдо это ваше тоже любимое занятие. Ну, если сказать, помимо дзюдо, так практически ничего нет. Учеба дзюдо, учеба дзюдо. А есть ли у вас любимый художник, допустим? Интересуетесь ли вы живописью, картинами? Ничего нет. А любимый писатель? Тоже интересуюсь. А как у вас отношения с музыкой складываются? Ну, с музыкой хорошая. А ваши какие-то любимые исполнители? Или какую музыку вы слушаете? Ну, как сказать-то... Я люблю песни, какие-то, ну, такие необычные. Как вам сказать? Ну, разные. Вы слушаете музыку перед выходом на татане, перед соревнованиями? Я видел, что некоторые спортсмены одевают наушники и так. Вы делаете такую практику? Ну, да, делаю иногда. Это когда я разминаюсь. Стараюсь всегда. На наушниках не отвлекаюсь, ни на кого не смотрю. Музыку слушаю и разминаюсь. Но это немного помогает, знаете, да. Я вот в Екатеринбурге всегда тоже. У нас в зале с музыкой все время тренируемся. Вот вы сказали, что в сборной команде России подзюдо много хороших ребят. А вообще, что вы больше всего цените в друзьях? В друзьях? Вот в личной сборной? Нет, просто в друзьях. Вот есть ли у вас друзья и что вы в них цените? Ну, честно говоря, в Екатеринбурге у меня немного друзей есть. Как бы так-то много людей. Ну, а что, на ваш взгляд, вот, чем должен обладать человек, чтобы стать вашим другом? Какое нужно? Он должен войти в доверие. Я думаю, быть доверчивым просто и говорить все время правду. Больше не знаю, честно. А ваш главный недостаток? Недостаток, думаю. Дальше не знаю, что-то. Будет быстро нервничать из-за пустяков. Быстро нервничать и нервничаете из-за пустяков, имеете в виду в дзюдо или просто? Ну, и в дзюдо тоже, и в жизни тоже. В дзюдо нервничать, когда если что-то не получается, что-то не так, тренер говорит, я так делаю, тренер говорит, неправильно, там немного по-другому. Немного нервничать, но стараться думать об этом. А это мешает вообще, вот эта нервозность мешает ли в поединке вам? Были ли случаи, когда из-за вот этой нервозности вы проигрывали поединок? Да, вот в Питере вот я боролся с французом, просто брал мне захват и просто выталкивал. Тоже нервничал, и вот когда я занервничал, и поэтому, наверное, проиграл, надо было просто с холодной головой относиться к этому. Просто я по-другому подвел себя. Ну, хорошо, давайте немножко откликемся. Такие вот вопросы, ну, они ненавязчивые, да, допустим, ваш любимый цвет? Красный. Ваш любимый цветок? Цветок, роза. Какая у вас любимая птица? Или которая птица, которая вам нравится? Попугаи. А почему? Ну, люблю попугаев, они разноцветные все такие. Синий, там, зеленый, вот. Как бы яркие такие. Ваш любимый имя или имена есть такие, которые вам нравятся имена? Да, есть, вот, Иса мне нравится имя, Абу-Бакр нравится. Ну, это арабские имена, ну, как бы мусульманские имена просто. Вот, мне такие научились. Скажите, а каким даром вы бы хотели обладать? Я бы хотел быть, как я не знаю, резиновым человеком хотел бы быть. А почему? Потому что каменный. Хотел бы, чтобы у меня была хорошая растяжка. То есть более гибким? Да, более гибким хотел бы быть. Как бы это помогло бы мне, наверное, в джидо. Как вы расцениваете сегодняшнее свое состояние духа? Ну, честно сказать, так. Сейчас среднее. Потому что сборы, тренировки очень сложные. И немного, как бы, духа падаешь. Но все-таки собираешься и делаешь через него, ну, и получаешь. А есть ли у вас девиз, жизненный девиз? Честно, нет. Ну, и последний вопрос. Что бы вы могли сказать юным, молодым ребятам, ну, будем говорить, ребятам, да, сейчас, которые, ну, еще не выбрали путь джидо, что бы вы могли им сказать, чтобы они пришли в жал джидо? Какие-то напутственные слова. Что подтолкнуло вас заняться джидо? Ну, какие-то, может, вот такие вещи. Ну, пожалуй... Почему им выбрать джидо? Ну, я бы пожелал им. Потом, почему джидо? Потому что джидо – это красивый вид спорта. И, как бы, самый зрелищный такой вид спорта. Людям нравится, вот, приезжает много народу, когда соревнования, вот. Ну, маленькие дети еще, как бы, не понимают это, вот. Мы понимаем уже, как бы. Смотрим, как наши взрослые борются, вот. И смотрим, там столько людей приезжают, смотрят. Там, там, на разных турнирах. Вот, и это очень зрелищно. И когда там красивые броски делают, и, понимаете, весь народ там аплодирует, и самому приятно смотреть. Вот просто. И, я думаю, детям тоже надо просто прийти, посмотреть, что, как. И, может быть, понравится. Может быть, и нет. Ну, от человека завоза висит. Или от родителей. Я думаю, родители должны немного подтолкнуть всех детей. И, как бы, пусть занимаются, занимаются. Я думаю, получится. Дай Бог. Главное, детям, связаться с теми людьми хорошими пока. Не с плохими, а с хорошими. Просто сейчас молодежь так распустилась более-менее. Очень сильно. Наверное, это все знают, как я понимаю. Все курят, пьют, там, гуляют, и больше ничего не надо. Может быть, родителям даже не поможет. Детям маленьким я пожелал бы, чтобы они уважали родителей и тренировались. Хотя бы, даже если не профессионально, а не так просто для себя. Чтобы хоть что-то было, какие-то навыки в жизни были. Спасибо большое, Сахават. Всего вам хорошего и успехов вам. Спасибо. Спасибо.